Программа «Дата» и её ведущая Ирина Андреева. Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с различными датами истории города и комбината, биографиями магнитогорцев, кто оставил немалый след в истории города. К таким магнитогорцам, безусловно, относится член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, один из организаторов Союза художников Челябинской области, ветеран магнитки, автор большой серии «Полотина магнитогорский» Георгий Яковлевич Соловьёв. 31 августа, 120 лет со дня его рождения. Жизнь Соловьёва – пример необычайно удачливой и счастливой судьбы. Окончив в 1931 году высшие художественно-технические мастерские, он приехал в Магнитогорск посмотреть на грандиозное строительство. Да так и не смог уехать. Магнитка вошла в его сердце, стала второй родиной. И сегодня ни один рассказ о строительстве города невозможен без произведений Георгия Соловьёва. Людям и делам нашего края посвятил он свою жизнь. Почти 40 лет вёл летопись Магнитки, став не только летописцем, но и патриархом местных художников. Его неповторимые картины запечатлели живые образы героев периода строительства и освоения Матургического комбината. Не случайно даже на сайте комбината размещены его работы, навсегда вошедшие в золотой фонд художественной Магнитки. В 1973 году на доме номер 25 по улице Пионерской была установлена мемориальная доска Соловьёву, которая со временем пришла в негодность. В 2012 году была открыта новая мемориальная доска патриарху и летописцу Магнитки Георгию Яковлевичу Соловьёву. В исторических хрониках есть такая дата. В августе 1931 года иностранные специалисты на магнитострое организовали ударную бригаду. О том, что на Магнитке в начале 30-х годов работали иностранцы, в основном американцы и немцы, знают многие. Первые американцы приехали на магнитострой весной 1931 года, когда был заключен контракт с американской фирмой Маки на поставку оборудования для ММК. О том, как жили здесь иностранцы, можно найти информацию, но, как правило, достаточно официальную. А я вас сейчас познакомлю с уникальной, на мой взгляд, информацией по этому поводу. В декабре 1931 года жена известного детского врача-магнитки Фридриха Аскаровича Краузе, одна из первых и квалифицированных работниц и устроительниц научно-технической библиотеки ММК Вера Фёдоровна Берсенева, в письме своей подруги писала. Даже американцы удивляются. А немцы так раззадорились и сами образовали ударную бригаду. У них оказалось нечто оригинальное. Они явились в цех и первым делом перемыли все окна. Потом стали работать. Чтобы ж всё окончить об иностранцах, мы живём как раз в их царстве. Берёзки – это их посёлок. Здесь живут почти все иностранцы магнитостроя. Наша гостиница ими полна. И я должна сказать, что они мне не нравятся совсем. Ведут себя безобразно. От пресловутой культуры что-то ничего не видать. Пьют и дебоширят не хуже нашей самой худшей прославленной мастеровщины. Топают, кричат в коридорах и даже воруют. Воображают верно, что приехавшие в дикую страну могут распоясаться. Ну ладно, говорят, что некоторые из них, немногие, работают очень хорошо. А прочие приехали наживаться на нашем неумении. Видала я группу немцев, работающих на постройке соцгорода. Те мне понравились много больше. Они были, видимо, живы и искренне заинтересованы строительством. Жили они в общежитии возле места своей работы. Это далеко отсюда. Вёрст восемь будет, если не больше. Теперь я их уже не вижу. Читала только в газете, что часть их организовала ту самую ударную бригаду, мывшую окна. Вот такое мнение об иностранцах на магнитострое высказала в частном письме в 1931 году Вера Фёдоровна Берсенева, позже работавшая заведующей справочно-библиографическим отделом научно-технической библиотеки ММК и одновременно переводчиком. А сейчас о нескольких юбилеях, приходящихся на эти дни. О первом, наверное, не помнят даже сами юбиляры. 27 августа 1982 года, 35 лет назад, Магнитогорский педагогический институт, ныне входящий в состав МГТУ, был награждён орденом «Знак почёта». От министра просвещения СССР Михаила Алексеевича Прокофьева на имя ректора МГПИ Ивана Фёдоровича Галлигузова пришла правительственная телеграмма с поздравлением. Заметим, пединститут был первым из вузов Магнитки награждён орденом. Борно-металлургическому институту орден Трудового Красного Знамени был вручён двумя годами позже, в 1984-м. Ещё об одном юбилее. 28 августа отметил своё 25-летие Центр медицинской диагностики. Основоположниками идеи организации диагностического центра было руководство металлургического комбината, в то время возглавляемого Иваном Харитоновичем Рамазаном и тогдашним ночмедом медсанчасти МНК Кларой Самуиловной-Друговой. Первым главным врачом диагностического центра был Сергей Леонидович Носов, чьи начинания были продолжены Владиславом Михайловичем Фероновым, Владимиром Михайловичем Блохиным, а в настоящее время кандидатом медицинских наук Ольгой Алексеевной Андроновой. Решение о концентрации наиболее современной аппаратуры и технологий, а также высокопрофессиональных кадров в одном подразделении было принято в качестве наиболее эффективного способа использования финансовых инвестиций. Дальнейшая практика показала правильность избранного пути. На протяжении четверти века своего существования диагностический центр центральной медсанчасти входит в число неоспоримых лидеров в области медицинской диагностики среди диагностических центров городов России. Итоги 25-летней работы диагностического центра свидетельствуют о том, что новая структура оказалась действенной, успешно развивающей новые новаторские технологии лечения и диагностики тяжелых заболеваний человека. Поздравляем коллектив диагностического центра со славным юбилеем! Успехов вам, дорогие врачи! На благо нам, вашим пациентам! 29 августа отметила свой 80-летний юбилей врач-организатор здравоохранения Галина Александровна Дворникова. После окончания Челябинского медицинского института Галина Дворникова вместе с мужем, врачом-дерматовенерологом Михаилом, приехала в Магнитогорск, с которым навсегда связала свою жизнь. Отработав 7 лет участковым врачом горбольницы номер 1, в 68-м году перешла на работу в поликлинику управления внутренних дел. Кстати, интересная история создания поликлиники УВД. Открыть ведомственное медицинское учреждение предложил начальник УВД Магнитогорска в те годы Василий Макарович Пахаев. Произошло это в 66-м году, но официальные даты открытия решили считать 1 апреля 1968 года. Большой вклад в развитие госпиталя внесли начальник УВД города Борис Иланович Ослоповский и руководитель уголовно-исполнительной системы полковник Георгий Павлович Грязнов. Впоследствии учреждение получило более широкие полномочия и стало называться госпиталем номер 2. Госпиталь номер 1 находится в Челябинске. Первым главным врачом госпиталя была Евгения Николаевна Ермакова. В 72-м году ее сменила Галина Александровна Дворникова, которая была у руля больницы 22 года. Именно под ее руководством поликлиника УВД стала больницей. Было расширено помещение и открыто стационарное терапевтическое отделение на 30 коек. Были организованы новые специализированные амбулаторные приемы. Значительно повысился уровень медицинского обслуживания работников правоохранительных органов. А заслуги главного врача были оценены знаком отличник здравоохранения. Уйдя с поста руководителя, Галина Александровна еще несколько лет работала рядовым врачом-терапевтом. Семья Дворниковых – это целая династия врачей. Ее глава Михаил Матвеевич Дворников в 30 лет возглавлял кожно-венерологический диспансер «Магнитогорская» и внес значительный вклад в развитие системы здравоохранения города, поскольку был не только хорошим врачом, но и великолепным организатором. Стали врачами и сегодня работают две дочери Дворниковых – Гогина Елена Михайловна и Дворникова Лариса Михайловна. Общий стаж работы врачебной династии Дворниковых в здравоохранении «Магнитогорска» составляет более 130 лет. Ну, а мы поздравляем с юбилеем Галину Александровну Дворникову и желаем исполнения того, о чем мечтает каждый в таком возрасте – жить не болея и радоваться каждому дню. Ну, а наша программа завершена. Благодарю всех, кто слушал и смотрел нас. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин